Да, мы очень полюбили, правда? Рассказы, Олег Григорьевич. Можно я прочитаю, расскажешь? Олег Григорьевич. Да, пожалуйста. У кого дети есть? Поднять руку. Коима деца. А там что, нет детей ни у кого? Там никуда не ма деца. А внуки у кого-нибудь есть? Някую мыли си внуци. У меня. Аз имам пет. Четыре мужчины и одна девушка. Четиримата от тях са мъже и едно момиче. И я иногда стараюсь что-то написать такое для своих детей. И понякога се опитвам да напиша нещо за своите деца. Возраст от 10 до 5 и внуши что-нибудь не так просто нынче, правда? Они часто с телефоном бывают. И те са от 5 до 10 годишни и сега не е толкова лесно да говориш тях, защото те са с телефоните си. И я написал рассказ для детей. И написав один раз как за деца. Два рассказа. Долго не буду вас мучать. Няма дави муча долгу. Значит один рассказ называется «Почему Маша не заболела?» Жили-были папа, мама, мальчик Сережа и его младшая сестренка Маша. Однажды сели и они всей семьей обидят. Только Сережа взял ложку, чтобы кушать. Сережа само сихвана ложицата да еди и баща му казва Подожди сынок, нам надо сперва поблагодарить Бога Трябва да благодарим Господ За пищу, которую Он нам дает каждый день За храната, която Той не да във всеки ден Нека си помолим Папа с мамой закрыли глаза Татко и майка си затварят учите И стали молиться И започват да се молят А Сережа с Машей смотрели Слушали и удивлялись И се учудват Они не знали, что родители покаялись Папа стал говорить Дорогой Бог Отец Спасибо Тебе за то, что Ты заботишься о нас И даешь нам всегда такую вкусную и полезную еду Мы Тебя благодарим и очень любим Пусть эта пища сделает нас здоровыми Мы не будем болеть Благослови и очисти ее Во имя Иисуса Христа Амин Вы дети, сказал Папа И верьте, что так и будет И тоже скажите Амин Това значит Нека да будет так И Сережа с Машей весело и громко сказали Амин С тех пор Каждый раз Когато цялото семейство сяда на масата Дома или в кафе Везде, где бы они ни кушали Они всегда молились И благодарили Бога за каждый вкусный кусочек И благодарят Господа за всякую вкусную парче Вскоре Сережа с Машей научились верить Что после того, как они помолились Бог всегда их накормит Самое чистое и здоровое пище И вот однажды Здравоохрана И в детском саду На детской градине Куда водила мама Машу Все дети заболели И хрвала И у них болел живот Только у Маши не болели Она одна была радостная и здоровая Потом, когда все дети выздоровели Выяснилось, что в суп Который они ели Случайно по деносмотру попала инфекция Вот они и отравились Очень потом удивляли взрослые дети И спрашивали Почему так получилось Все ели суп Все отравились И заболели А Маша не отравилась А сама Маша не все утровила И не все разболела Почему так вышло За что такас и стучала И Маша уговорила Когда я сажусь кушать Я всегда тихонько Богу говорю спасибо И молюсь, чтобы он сделал супчик И кашку вкусно и полезно Вот Бог меня и охраняет Нас с Сережей Это братики Папа научил перед тем Как кушать Всегда Богу молиться Я и молюсь Засмеялась Маша И побежала играть И побежала играть И еще один И другий рассказ Волшебное имя называется Волшебное что? Волшебное имя Волшебное имя Ну первый рассказ Мне кажется с пищей актуально Первый рассказ За хранатой много актуален С сосисками Сардельками Мороженым С нашими наденечками Кренвичками И все что дети и я Если дети будут научены Молиться на деду И будут в это верить То они будут спасены Хотя бы от отравлению Согласны? Не обязанность ли наша Научить наших детей Всегда молиться и верить? И второе не менее актуально Если новости читать Сегодня в отношении детей Даже не атака А война Педофилическая В разные сети Это не слышали? Волшебное имя Два друга Витя и Андрей Играли на пустыре за домом Неожиданно к ним подошел Какой-то высокий Незнакомый дядя Незнакомый дядя И улыбаясь Сказал что ночью За гаражами Совсем рядом Перевернулась грузовая машина И из нее выпало Очень много конфет И от ней Са испаднали много бомбони Они рассыпались по земле И попрятались в траве И са сискрили в траве Сейчас он идет их собирать И ему очень нужны помощники И много си нуждают помощники Если Витя и Андрей Помогут ему Собрать вкусные Красивые И дорогие конфеты То им за помощь и работу Он даст по большому мешку Таких конфет Обрадовался Витя И говорит Андрей Пойдем Андрюшка Поможем дяде И себе наберем конфет Угостим маму с папой И моей сестренке Кате Будем угощать всех друзей Но Андрей не захотел идти Он сказал мне Мама не разрешает ходить С незнакомыми людьми Я не пойду И ты не ходи Давай не будем жадными И лучше спросим разрешение у мамы Нека попитам и майка си И потом пойдем И след това тръгнем Не послушался его Витя И Витя не го послушал И сказал Ты си страхливец Пока съм смел И пойду с этим дядей И наберу себе много конфет И тогда у меня не проси Донеса много бомбони Няма да ме молишь Да ти дам И пошел Витя С незнакомым человеком За конфетами А Андрей остался во дворе Как только зашли они за гаражи Когато са стигнали гараж Незнакомый дядя Оглянулся по сторонам И неожиданно схватил Витя за шею И стал срывать с него рубаш И започнал Мальчик закричал Но дядька зажал ему рот И затворил устата ему И шепнул на ухоту Иначе он его убьет Испугался Витя И понял И разбрал Что из-за своей жадности И непослушания Он попал в руки страшного бандита Как водоправя Витя со всех сил Пытался вырваться Из цепки рук бандита Но тот был очень сильный Крепко держал Витя И срывался его одни Ему раскисывал дряхити Сейчас он меня убьет Витя, то есть помыслил той Он задыхался в руках бандита И уже почти потерял сознание Но вдруг вспомнил Извернувшись в сети Как бабушка Рассказывала ему Про Бога Иисуса Христа Который очень любит всех детей Если они попадают в беду Всегда приходят к ним на помощь Бабушка говорила Что имя Иисуса Волшебное И если верить в Него И позвать на помощь И ако извикашь за помощь Той задължительно Ще помогне И Витя Рванулся изо всех сил И громко крикнул Иисус Помоги мне Помоги мне В то же мгновение Руки страшного дядьки ослабли Витя вырвался на свободу И побежал домой Отбежав несколько метров Он оглянулся и увидел Как два неизвестно Откуда появившихся полицейских С пистолетами в руках Повалили бандита на землю Скрутили и заковали его в железные наручники Один полицейский улыбнулся Витя И говорит Не бойся мать Мы вовремя подоспели Мы давно ловим этого преступника Который сбежал из тюрьмы И пытается охотиться на детей Обрадовался Витя Улыбнулся И увидел Как к нему бегут Папа, мама И его друг Андрей И так Иисус спас Витя Навсегда он запомнил Что надо служиться родителям Никогда не служить Незнакомых людей на улице Чтобы они не обещали И самое главное Витя понял Что Иисус Христос Лучший друг детей И всегда-всегда И винаги Поможет каждому мальчику и девочке Если они попав в беду С верой Обратятся к нему за помощь Стоят только крикнуть Само трябва да извикат Спаси ме Иисус И той задължително ще дойде На помощь И ще ти помогне във всяка беля Амин